Война на Украине Я являюсь йогом, и в большей степени это не является моей практикой, я себя не позиционирую как ясновидящий. Соответственно, подобной работой я не могу и, честно говоря, не хочу заниматься, поскольку в видениях очень часто бывают картины весьма печальные, очень печальные. Поэтому я расскажу о практиках, которые позволят каждому из нас получить какой-то свой ответ. Эти практики относятся к знахарскому искусству. Это очень древние молитвы. Читая эти молитвы в правильной последовательности, в правильном состоянии ума, в течение ночи можно в сновидении получить ответ. Ответ и увидеть будущее, или же ответ на те переживания, которые нас волнуют. Все эти молитвы есть в интернете. Ссылка будет в самом видео, и ссылка будет под видео на канале YouTube. Читать эти молитвы необходимо в том количестве, которое указано в предисловии к этим двум молитвам. Ну и, конечно же, когда увидите подсказку в сновидении, или же вам покажут будущее, дадут совет, постарайтесь не рассказывать в течение года о том или ином событии, которое вы увидели. Иначе, если вы расскажете, события могут измениться в обратную сторону. Всем рекомендую. В своё время, когда мне необходима была помощь, я также обращался, читал эти молитвы. Они работают, они действенны. Невзирая на то, что православная церковь, скажем так, крайне отрицательно относится к подобным практикам, или же к чтению подобных молитв, которые являются неканоническими, или же которые относятся к так называемому заговорному искусству. В то же самое время я могу сказать, что эти практики действенны, они работают, и они в себе не несут никаких осквернений. То есть я проверял это на себе. Видение или же духовное зрение не ухудшается, в некоторой степени даже улучшается. Связи с духами не появляются. Ну, конечно же, если вы не начинаете читать какие-то чёрные молитвы и так далее, что-то своё выдумывать. До новых встреч! Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok